На этих полках хранится мудрость веков. В библиотеке имени Горького порядка 1 миллиона 200 единиц хранения. Теперь список пополнился еще на 650 тысяч за счет электронных фондов президентской библиотеки. Посмотреть их может любой желающий. В основном это книги по истории России, русскому языку и народностях, живущих на территории страны. Для того, чтобы посмотреть те документы, которые недоступны на портале, которые охраняются авторским правом, нужно прийти в региональный центр или любой читальный зал. Нужно прийти с паспортом, зарегистрироваться и тогда вы получаете доступ ко всем документам. Те документы, которые находятся в общем доступе, можно посмотреть со своих гаджетов или компьютера. Рядом расположен сектор оцифровки документов. Он тоже появился в рамках создания библиотечно-информационного комплекса. И оборудование для него было приобретено по программе информационного общества. Сканер «Эларм» – отечественная разработка. С его помощью происходит оцифровка больших форматов, таких как А1. Более того, здесь стоит программное обеспечение, благодаря которому редактировать отсканированный документ можно прямо на месте. Это значительно экономит время. Сейчас в день оцифровывают порядка 300 документов. Раньше, по словам сотрудников, было вдвое меньше. В данный момент у нас оцифровывается газета «Сталинское знамя» за 1942 год на новом планетарном сканере формата А1, который позволяет сканировать документы такого формата, как эта районная газета. Теперь у нас появилась возможность оцифровывать районные газеты, которые представлены в нашем фонде в огромном количестве, и сделать более доступными в электронном виде на сайте нашей библиотеки. Помимо всего прочего, здесь расположен мультимедийный зал, где уже была проведена лекция в формате видеоконференции, к которой присоединились порядка тысячи человек со всего мира. Центр «Мир и Я» с отделом литературы на иностранных языках и комнаты для занятий языками. И современный актовый зал «Горьковский». Именно здесь планируется проведение конференций и концертов, а также трансляция кинофильмов и спектаклей ведущих театров Москвы. Все это вместе создает современное пространство библиотеки, где не только читают книги, но и изучают языки, общаются, реализуют свой творческий потенциал, приходят на лекции ученых, берут книги для чтения, предлагают какие-то свои новые идеи для реализации. Информационно-библиотечный комплекс строился несколько лет. На это были выделены средства из регионального бюджета и резервного фонда президента. Общая стоимость проекта составила чуть больше 46 миллионов рублей. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».